Всем огромный привет и в сегодняшнем видео я хочу показать вторую часть покупок сайта Алиэкспресс. Небольшой спойлер, не будет странных помад в виде грибочков, не будет кистей в виде, даже не знаю как сказать, в виде фалоимитатора, потому что это на самом деле не я придумала, это мне писали в комментариях. И это видео вызвало наплыв, такой наплыв интересных людей на мой канал, вообще самых разносторонних. И я всех, конечно, приветствую, и тем, кто пишет какие-то гадости, и тем, кто и пишет хорошие комментарии. Я на самом деле всем рада и добро пожаловать, я уже познакомилась с некоторыми ребятами. И, кстати, мы придумали с некоторыми девочками такой интересный вариант, что мне будут оставлять ссылки на товары, которые вы хотите, чтобы я заказала, попробовала и вам рассказала. Мне уже присылали купальники и были кое-какие кисти, в общем, много всего, так что если вдруг вам тоже интересно, чтобы я что-то заказала, и чтобы вы при покупке не нарвались на плохое качество, а это сделала, в принципе, я, то, пожалуйста, оставляйте свои ссылки, я с удовольствием закажу и опробую ту продукцию, которая вам будет интересна. Мне, в общем-то, не сложно. И еще, те, кто не любит видео больше пяти минут, то, наверное, я советую сразу его переключить. Я не умею снимать видео в таком стиле. Всем огромный привет, и сегодня я вам покажу то, что я купила. У меня были вот такие покупки, это, это и вот это. Всем огромное спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Пока! Мне, вообще-то, хочется пообщаться, и канал я, в принципе, с такой же целью заводила. Так что, если не любите долгие видео, то мы с вами увидимся в каких-нибудь других видео, но остальных прошу к просмотру. Так что, если вам интересно, то поехали! Первое, что я вам хочу показать, то, что мне очень понравилось, и я давно собиралась заказать, это вот такая кружка в виде объектива. Вообще, это термокружка. Она здесь вот так открывается, раскручивается, такой небольшой термос. Она есть в разных расцветках, есть белая, черная, но мне хотелось именно вот такой вариант в белом цвете, поэтому я, в принципе, ее и заказала. По качеству она очень хорошая. Мне кажется, это очень удобный вариант, если вы вдруг куда-то выходите, если вы ходите на учебу, на работу, брать с собой кофе, когда вы, например, едете до работы, или, например, в промежутках между парами сидеть и пить теплый кофе. Я всем вам рекомендую. Тепло держит она достаточно долго. Ну, честно говоря, я не засекала, сколько, но когда я наливаю в нее кофе, я, ну, в течение нескольких часов пью, он, в принципе, теплый. Поэтому присмотритесь обязательно. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такая кружка, которую вы сможете найти, если вобьете в поиск мейсенджа на сайте Алиэкспресс. Они есть в абсолютно разных вариациях. Вы можете составить там и свою кружку, купить к ней наклейки. Там есть разные надписи. Эти кружки сейчас имеют огромную популярность. Я очень многих их вижу. И у нас как-то даже в местный магазин привозили, но мы покупали, она была не очень дорогая. И когда мы стали туда наливать горячий чай, она, к сожалению, лопнула. Вот что значит, ну, слишком дешево, если покупаешь, стекло оказалось непрочным. Я покупала 5 таких банок еще для того, чтобы сделать кое-какие декорации. То, что вы можете видеть у меня на заднем фоне, золотые и бронзовые банки. Я очень их хотела. Если вы зайдете на сайт Пинтерист, либо в приложение Пинтерист, вы увидите тоже огромное количество вариантов. Я обязательно вам тут же бегущей такой, не бегущей строкой, я обязательно поставлю вам такой небольшой слайд-шоу, где вы сможете увидеть, как вообще эти банки можно декорировать и вообще как это выглядит. Сюда можно наливать различные коктейли, смузи, если вы пьете. Мне кажется, это очень удобный и стильный вариант, так что я тоже могу вам ее порекомендовать к покупке. И далее всем любительницам макияжа, коих на моем канале огромное количество, хочу посоветовать свою очередную находку в категории кистей. Вот так они выглядят. И здесь написано, что это бренд Кико, но это, конечно же, не Кико, но это не так и важно, я думаю. Кисти, когда ко мне пришли, я была в шоке, насколько они хорошего качества. Во-первых, здесь мой любимый белый ворс, я предпочитаю кисти исключительно с белым ворсом и все мои кисти Зоева в основном таковыми и являются. Но мне всегда интересно найти что-нибудь в бюджетном сегменте, чтобы было хорошего качества, поэтому я нахожусь в поиске. Я выбираю больше по внешнему виду, конечно же, читаю отзывы и вот такие кисточки меня привлекли. Самая большая кисть уже пришла в Брашгарде, что меня очень порадовало, то есть она нигде не помялась. Пришли они все в мягкой упаковке, без чехла. Вы не представляете, насколько она мягкая. Я наношу ей пудру обычно и всеми остальными кистями я пользовалась вот этой большой кисточкой растушевочной. Она, кстати, растушевывает примерно так же, как и моя любимая кисть с Алиэкспресс, которую я вам всем рекомендовала из набора. Все кисти имеют короткие ручки и вот это, кстати, по-моему, металлические ручки, то есть не пластик, как, например, у кистей, которые похожи на Реал Техникс. Здесь есть такая скошенная кисточка. Можно использовать как для бровей, так и для рисования стрелок, но я не пользовалась, потому что у меня есть другая кисточка для рисования стрелок. Вот эту кисть бочонок я уже использовала. Эти кисти я мыла после того, как использовала, потому что они у меня около полутора недель и могу сказать, что я осталась очень довольна. Единственное, я не совсем поняла вот эту кисть, потому что вроде бы как она для тональной основы, но мне кажется, у нее такой ворс, что лучше ей наносить, допустим, хайлайтер, хотя я думаю, что с тональной основой она справится тоже, но я, к сожалению, не пробовала. Так что, если вы находитесь в поисках хороших бюджетных кистей, если вам нравится оформление, мне очень понравилось, то я тоже оставлю на них ссылку. Я этим набором осталась довольна и буду дальше искать какие-нибудь другие интересные варианты, потому что, ну, кисти это для меня такой, знаете, вот расходный материал, которыми я пользуюсь, ну, не знаю, полгода-год. Они потом постепенно приходят в негодность, но каждый раз покупать наборы от Зоева, у меня три таких набора, которые там стоят по 100 евро, не очень хочется. Поэтому, когда я нахожу что-то классное, но бюджетное, то я сразу спешу поделиться с вами. Далее, девчонки, хочу вам показать просто супер вещь, которую я увидела в паблике ВКонтакте и также видела в Инстаграм, но, конечно, я оттуда не стала покупать, потому что знаю, что там это, скорее всего, стоит втридорого, а зачем это надо, если все можно найти на Алиэкспресс? Честно говоря, я не знаю, как называется эта штучка, но я просто безумно рада, что она у меня появилась, потому что она решает сразу несколько проблем. Во-первых, когда я ношу какие-то, кстати, смотрите, она держится вот на пальцах, настолько там липкий слой, в общем, эта штучка, она лепится на грудь и подтягивается, и создается такой эффект пуш-ап. Вообще, я очень часто люблю носить какие-то открытые кофточки на бретельках, раньше не любила, но сейчас очень даже люблю, но мне не очень нравится. Когда оттуда выглядывает нижнее белье, то есть видны бретельки. Конечно, сейчас можно купить и силиконовые, и прозрачные, но я всегда мечтала какой-нибудь такой вещицы, чтобы там не было ни косточек, ни бретелек, но грудь при этом выигрышно смотрелась. И вот я ее нашла в паблике ВКонтакте, порылась на Алиэкспресс, потому что я была стопудово уверена, что это сайт Алиэкспресс. И когда я только получила эту вещь, я думала, что, наверное, какая-нибудь фигня, плохо лепится, будет отклеиваться, но ничего подобного. Здесь вот этот липкий слой настолько липкий, что он реально отлично держится. Я, конечно, не буду демонстрировать на себе, чтобы ни у кого не случился инфаркт, и потом у меня не случился инфаркт от ваших комментариев, но поверьте мне на слово, она работает просто отлично. Я мерила ее и с маечками, и с платьями, все просто безупречно. Единственное, что меня смутило, это не очень приятный запах вот от этого липкого слоя, не знаю, может быть, так и пахнет этот силикон, но, кстати, сейчас он практически выветрился, и нет вообще никакого запаха. И эта вещь оказалась настолько клейкой, что когда я ее от груди своей отклеивала, я думала, что я вместе с грудью отклею, либо у меня останется вот этот липкий слой, но ничего подобного. Грудь была абсолютно сухая, не липкая, так что вот прям от всей души могу вам порекомендовать. И далее, что я вам хочу показать, эта вещь скорее подойдет и, скорее всего, заинтересует тех людей, которые любят фотографироваться, либо, может быть, занимаются также видеоблогингом. Это вот такой пульт для фотоаппарата. У меня фотоаппарат Canon 70D, и этот пульт именно для Canon. Но я видела, что там есть варианты и для других, и для, по-моему, для Nikon было, и для Sony. Когда только мне пульт этот пришел, я сначала не могла разобраться, как им правильно пользоваться. Почему-то не стала смотреть никакие видео, целый день сидела, туда-сюда жала, но вообще ничего не происходило. И потом, спустя вот этот день, я все-таки решила посмотреть инструкцию, потому что он мне пришел просто в обычном пакетике, без коробки, без всего. И когда я посмотрела инструкцию, оказалось, что все отлично работает, и сейчас я этот пульт использую постоянно. И когда я фотографирую, и когда я снимаю видео, и вообще не понимаю, как я раньше без него жила. Все отлично работает, тоже оставлю на него ссылку, если вам вдруг интересно, рекомендую к покупке. Кстати, забыла сказать, что стоил он мне в районе 1 доллара. И осталось уже совсем немного того, что я вам хотела показать. Остальное оставлю на потом, потому что будет еще очень много интересных товаров. И также, как я уже говорила, не забудьте, если вы хотите, чтобы я что-то попробовала для вас, то пишите мне в комментариях ссылки, я обязательно закажу. И потом уже в следующих видео вам расскажу. Если вы вдруг любительница или любитель украшать свое пространство, в котором вы живете, то я могу вам посоветовать заказать вот такую гирлянду, которую вы можете видеть у меня на заднем фоне. Я пока положила ее в террариум, потому что растения я уже купила, но мне нужно немножко их реанимировать. Плюс нужно купить наполнение к этому террариуму, чтобы красиво смотрелось. Я вам просто сейчас поставила для демонстрации, посмотрите, как красиво смотрится гирлянда в стекле. Я всегда заказываю именно такие гирлянды, то есть это на проволоке светодиоды, наверное, так это называется. Та гирлянда, которую вы видите на заднем фоне, имеет два режима, то есть я, честно, не ожидала. Я думала, что она такая же, как эта, просто вот так включается и светится. Но на самом деле она мигает и может просто вот в таком состоянии быть. Я обязательно продемонстрирую, потому что меня просили показывать поближе вещи, в общем-то я вам и покажу. Еще я люблю эти гирлянды, потому что они безопасные, так как всегда у многих возникает вопрос, а есть ли замыкание, там, если что. Я сама, конечно же, этого боюсь, поэтому предпочитаю заказывать гирлянды на батарейках. И сразу покупаю по 5 пачек батарейок по 8 штук, ну где-то 40 штук для того, чтобы всегда их менять. Я просто очень люблю, чтобы у меня были гирлянды, мне не важно, Новый год, Рождество, лето, зима, просто это красиво. Это даже красиво, если вдруг вы ляжете в кровать, будете читать книгу, а у вас на туалетном столике, либо на прикроватном столике будет стоять вот такая вещица. Я купила ее за 2 евро и я считаю, что это просто идеальная цена, точнее это идеальное соотношение цены и качества, потому что у нас такие гирлянды стоят гораздо дороже, но все они заказаны с сайта Алиэкспресс. Я люблю именно такие гирлянды на проволоке, потому что вы можете создать ей любую форму и вы можете запихать ее просто в любое отверстие, которое только можно. В бутылку, вы видели, как делают красиво с этими гирляндами бутылки светящиеся, это просто нечто. Их и подвешивают, делают такие лампы и также на прикроватные столики ставят и на туалетные столики. В общем, вариантов очень много и я обязательно тоже вам вставлю видео-картинки, если не забуду. Я думаю, что вы сами сможете в интернете поискать, если вы будете озадачены этим вопросом, но все-таки пару картинок я вставлю. И ссылку на гирлянду обязательно оставлю снизу. Далее в одном из видео в домашнем влоге мы показывали Жене, как мы украшали свою стенку при помощи тоже гирлянды и вот таких фотокарточек. Я на самом деле, когда заказывала, не рассчитывала, что придет такого отличного качества. И я показывала в этом же видео, где мы украшали, просто не заостряло внимание. Если вдруг вы любите такие картинки, я решила заказать с детьми, потому что они здесь просто очаровательны. Пришло 18 картинок. Я сейчас сняла три, чтобы вам показать. Сзади выглядит как открытка, то есть если вы даже не будете использовать в качестве декора, вы можете кому-то отправить такие открытки. Здесь вот эта печать, фотография она настолько качественная, что я была в шоке. По-моему, за 3 или за 2 евро. Точно не помню, но ссылку оставлю. Я заказала, я никак не ожидала, что будут настолько хорошими. Поэтому тоже на них оставлю ссылку. Приходит все вот в таком отдельном конверте. Там, по-моему, есть еще варианты с разными странами, с разными городами. И также другие винтажные картинки. Там есть какие-то актеры, актрисы. Так что вот, на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, обязательно пишите. С удовольствием почитаю. И увидимся в следующих видео. Всем пока!